привет всем меня зовут лидия и добро пожаловать на мой канал и сегодня я снимаю свои покупки косметические покупки за апрель месяц видео такого рода вам интересны тогда оставайтесь со мной наливайте себе чайок кофеек ну а мы приступаем так наверное начну я самого интересного заманушки чтобы вы посмотрели это видео до конца и никуда от меня не убежали начну я с вот такой сумочки косметички это был бьюти эдит от универмага либерти это бьюти эдит посвященный косметике которая борется с гиперпигментации с черными пятнами эта сумочка мне стоило 55 фунтов а наполнение у нее на 240 с лишним фунтов и в универмаге параллельно этой сумочке вышло еще две вот это борьба с гиперпигментации вторая сумочка для чувствительной кожи и третья сумочка со средствами предназначенные для кожи подвержены высыпания но по моему мнению вот эта сумочка была самая классная это видео я снимаю 3 мая и к сожалению вот эти сумочки как этот уже распродан но в наличии есть две другие сумочки поэтому если вы живете великобритании и такие продукты вас интересуют возможно вы еще успеете себе купить во первых сама косметичка вот такая красивая сумочка вот такие сумочки они весьма ценятся это знаменитой знаменитый текстиль от либерти я эту сумочку довольно давно хотела но они не бюджетные и мне повезло что я получила не только очень крутые косметические средства которые скрываются в этой сумочке но и саму сумочку о которой я давно мечтала ладно хватит болтать открываю здесь со всего четыре средства и все эти средства полноразмерные во первых здесь скрывается масло с витамином c от санди райли знаете вот это масло у меня попадается уже в которой коробки красоты у меня запасах есть несколько отравил размеров несколько полноразмеров но я на сих пор его ни разу не ставила в использование и так как я вообще не представляю подойдет это масло мне или нет данный момент я просто тупо коплю вот запас этого масла думаю что нужно мне это средство поставить в использование протестировать уже наконец-то выяснить подходит ли это масло мне и думать что делать со своими запасами или измазюкать все на свое лицо или же пустить на подарки ладно второй полноразмер который скрывается здесь это spf крем для лица от фирмы ультравиолет давайте откроем тюбик выглядит вот так кстати это крем это крем с физическими фильтрами и он предназначен для чувствительной кожи здесь 50 миллилитров и к сожалению spf всего лишь 30 поэтому он мне не подойдет на лето летом мне все же нужны spf 50 а зимой или же когда погода более менее пасмурная то подходит и spf 30 пока что таким кремом мне пользоваться еще не удавалось но я почтала немного отзыва говорят что крем легкий хорошо впитывается что прекрасно себя ведет под макияжем у него довольно таки натуральный финиш много кому он нравится с удовольствием его протестирую следующей осенью или возможно даже зимой кстати мне обратите внимание на тюбик по моему он очень удобный чтобы его носить в сумочке ну по крайней мере мне так кажется дальше в сумочке скрывается вот такая пенка для умывания от зелен с кстати производитель говорит что в составе у нее есть ага кислоты но при этом ей можно пользоваться и утром и вечером я в этом пока не уверена нужно будет протестировать саму пенку я пока что еще не пробовала здесь 150 миллилитров и это точно полный размер производитель нам говорит что пенка мягко очищает кожу от spf косметики каких-то загрязнений кожного сила кожного сала и что что пенка не сушит кожи и прекрасно борется с нечистотами и даже как-то кожу умудряется увлажнять не знаю интересный продукт я его даже не буду вложить в запасники я его прямо сейчас поставлю в использование и думаю что в каких-нибудь ближайших пустых банках уже могу смогу сказать свое мнение о этом продукте и в сумочке скрывается последнее средство я считаю что это звезда вот этого бокса это дневная и ночная сыворотка а qms эта сыворотка она борется с пигментацией и также выравнивает цвет кожи этой сывороткой можно пользоваться и днем и вечером вот так выглядит сыворотка и у меня редко бывает такая шикарная возможность просто почитать инструкцию на русском языке скорее никогда не нужно выполнять корявенький перевод прямо на лету поэтому давайте я вам почитаю инструкцию и здесь пишет как что это концентрированная сыворотка двойного действенные создана с целью помочь справиться с внешними проявлениями излишней пигментации основные показания неровный тон кожи для кожи с темными пятнами и пигментации и применения приносить на наносить на чистую кожу лица утром и вечером желательно после дневной и и ночной коллагенной сыворотки сверху нанести свое увлажняющее средство осторожно и спал избегая попадания в глаза так коллагенные сыворотки от этого бренда у меня нету но по моему запасниках есть какая-то другая коллагенная сыворотка и я ее поставлю в использовании вместе с этим средство прямо не терпится начать им пользоваться как вы знаете излишняя пигментация пигментные пятна это моя пальболь так все на этом косметичка пустая давайте рассмотрим остальные мои покупочки за апрель месяц дальше давайте продолжим с уходовыми средствами для лица во-первых купила такую сыворотку от лавали вот так называется производитель это швейцарская фирма и и это сыворотка антиэйдж с клетками stx основные действующие средства этой сывороткой bio нимф пептид и стволовые клетки малины и это сыворотка это сыворотка антиэйдж которая основная функция этой сыворотки это лифтинг нашей кожи лица также она возвращает освещение нашей кожи увлажняет нашу кожу сыворотка выглядит давайте я открою вот так мне не терпится начать ей пользоваться вот такой красивый серьезно выглядящий пузырек я не возможно пластмассовые он даже или стекло не уверена тяжело на ощупь определить здесь 30 миллилитров здесь точно полный размер я все таки девочка уже возрастная уже скоро к сожалению придется праздновать сороковое день рождения и лифтинг сыворотками и кремами уже пользоваться как бы пора начать надеюсь что она мне понравится другое средство которое я приобрела это сыворотка с витамином c от оморозовица это одна из моих любимых сывороток от с витамином c обожаю эту сыворотку и еще люблю сыворотку от санди райли два любимчика я даже не знаю какая из сывороток мне нравится больше это такая легкая молочная консистенция которая прекрасно наносится на кожу ее увлажняет впитывается моментально и не оставляет вообще никакого липкого налета здесь в составе два витамина c ниацинамид и и уроновая кислота поэтому помимо того что это сыворотка выравнивает цвет кожи и как бы но борется с пигментными пятнами потому что это все-таки витамин c она еще прекрасно кожу увлажняет вообще сыворотка шикарная шикарно ощущается на лице и я очень рада что я купила так дальше не такие интересные средства во первых я приобрела мицеллярную воду от горенье это уже мой какой пузырек знаете хорошая бюджетная мицеллярная вода здесь у нас подождите 400 миллилитров и покупала я ее на скидках и она мне двух фунтов не стоила она хорошо работает на моей коже хорошо снимает макияж не щипает глаза не сушит кожу у меня вообще к ней никаких нареканий кстати 400 миллилитров хватает весьма надолго я купила вот такой крем для лица от и хималайи я этот крем не раз видела у различных русскоговорящих блогеров на ю тубе хималая в англии она не очень широко представлена я ее в продаже никогда не видела а здесь мне недавно но буквально несколько дней назад пришлось зайти в такой мелкий супермаркет который находится в глубине жилого района то есть маленький магазинчик куда местные жители ходят когда у них молоко закончилось например на завтрак и там было небольшой отдел с гигиеническими товарами и смотрю лежит вот этот крем я его и схватила пока крем не открывала не пробовала поэтому не представляю понравится он мне или нет но в любом случае если на лицо он мне не подойдет из мазюкаю на шею на зону декольца а если уже вообще дело не пойдет то он закончит как крем для тела я все же надеюсь какой-то аллергические реакции он меня вызывать не будет любопытно с радостью воспользуюсь крем вообще бюджетный здесь гигантское количество 150 миллилитров и стоил он мне всего лишь три фунта любопытненько наверное я его тоже в коллекцию вводить не буду а сразу поставлю в использование верно уже стандартная моя покупка это такая масочка от горенье если вы меня смотрите не первый раз вы знаете что маски от горенье мне нравится что они бюджетные они хорошо на мне работают и это маска с витамином c следующие средства которые я приобрела это вот такой тонер от fresh это знаменитый тонер с лепестками роз тогда когда был бум популярность этого тонера весь ажиотаж прошел мимо меня этот продукт меня не заинтересовал так как я мне казалось что этот запах что запах этого тонера для меня будет слишком сильный я не очень люблю сильно пахнув всю косметику а тут недавно мне попалась пара пробников с кремом от fresh из этой же линейки и крем пах весьма приятно из баночки но когда начинала его наносить то запах пропадал и в принципе крем не понравился и возникло желание протестировать тонер я купила самый маленький объем здесь всего лишь 100 миллилитров и честно говоря хорошо что я купила маленький объем потому что в отличие от крема аромат тонера весьма навязчивый пахнет сильно розочками и аромат к сожалению весьма не сразу развеивается на коже мне он он нормально увлажняет он приятный на коже но его основной минус аромат и скорее всего покупку я не повторю также я в начале апреля купила вот такой флуид с SPF 50 от паула стойс это крем который от солнца который я теперь с огромным удовольствием уже почти что месяц пользую вот такой у него расход на месяц за месяц я думаю что еще на май мне его хватит могу сказать что средство мне очень понравилось реально оставила прямо шикарные впечатления более но более подробно я вам расскажу уже в пустых банках дальше я купила вот такой такое средство от ордена ли это сыворотка для роста ресниц пока что особо не впечатлена особо яркого эффекта я не заметила но все еще пользуюсь и уже окончательный вердикт я ей скажу в пустых банках и единственное декоративное средство которое я приобрела это вот такой блеск для губ от кико это их знаменитый блеск только я его приобрела не в знаменитом оттенки так как мне нежно-розовый нюдовые блески для губ не были нужны это блеск в цвете 14 он такой красивый ярко-красный что я могу сказать он реально не липкий он приятно ощущается на губах он увлажняет но девочки пляшевит он пляшевит нужно постараться чтобы его равномерно нанести на губы возможно когда вы пользуетесь ну нежно-розовым цветом это не так заметно не так актуально но вот когда вы покупаете более насыщенный цвет имейте ввиду что возможно он будет пляшевить не знаю как другие цвета от 3 14 точно будет пляшевить я не в особом восторге от этого не знаю бестселлера у кику все-таки как-то вот это пляшевать меня расстроило так все на это средства для кожи лица у меня закончились наверно посмотрим то что я приобрела для волос для волос я приобрела всего лишь три средства во первых вот такое масло для волос восстанавливающие с маслом органы это очень плотное масло которое приятно пахнет здесь 29 миллилитров это полный размер сама упаковка выглядит вот так масло очень плотное и я приобрела это масло чтобы делать и маски для волос потому что в данный момент у меня в использовании весьма небюджетное масло macadamia oil и от ordinary и мне честно говоря жалко эти масло мазюкать как маску для волос потому что тогда расход большой они у меня быстро заканчиваются а каждый из этих масел стоит ну не знаю что-то между двадцатью и тридцатью фунтами что не очень дешево мне хотелось приобрести для масок для волос что-то побюджетнее и эта баночка на скидках стоила мне всего лишь три фунта ну согласитесь разница между грубо говоря тридцатью фунтами и тремя фунтами весьма большая масло в принципе хорошая но для моих тонких волос они она слишком питательная мне очень легко перегрузить волос этим маслом и придется опять идти в душ и его мыть поэтому на кончике волос я его вряд ли буду использовать а вот как маску для волос то с радостью потому что после нанесения маски я так и так шагаю в душ и это все смываю объясню что маска для волос то есть я наношу масло прям большим толстым слоем на волосы и их заплетаю в гульку и хожу таким образом ну 20 минут час иногда несколько часов и даю этому маслу как следует впитаться а затем иду в душ и это все смываю мои сухие ломкие волосы эту процедуру просто обожают и другие средства для волос это два сухих шампуня вот такой от год в тебе и от сибири во первых этот шампунь на мне работает нормально пахнет убийственно ну прям воняет и я надеялась что вот этот шампунь на мне будет работать лучше пахнет он значительно лучше не оставляет такого ужасного белого налета как этот шампунь но к сожалению мой скальп от него чесался поэтому мне пришлось приобрести вот вот эту малышку поэтому этим шампунем я буду пользоваться сама этот кому-нибудь отдам дальше я приобрела еще гель для душа это гель для душа от frankenboy этот гель предназначен для того чтобы им пользоваться каждый день ума с витамином b и алоэ вера и также производитель нам говорит что этот шампунь пахнет как поздний завтрак в воскресенье я не знаю как по мнению производителя пахнет поздний завтрак в воскресенье для меня этот шампунь пахнет свежим кокосом свежий кокосовую мякоть у которой вот что же влажная от сока ну правда никакого кокоса здесь не заявлено производитель говорит что он по должен пахнуть сливой мандарином и семенами кофе мне он не пахнет семенами кофе не мандарином не сливым говорю мне это кокос пока что еще этим гелем не пользовалась не представляю как он будет пенится здесь 360 миллилитров платила я примерно десятку за него красивая розовая банка хорошо смотрится в ванной комнате ближайшее время собираюсь начать ей пользоваться дальше я приобрела вот такой гель это гель для снятия кутикулы пользовалась пока что еще только один раз нового кутикулу снимает шикарно мне понравился думаю что буду пользоваться им еще не раз здесь 29 миллилитров и его мне хватит точно надолго так на этом у меня косметические покупки закончились но я еще купила не знаю два гаджета как это назвать во первых вот такую перчатку для эксполиации кожи пока что я еще не пользовалась давайте откроем посмотрим как эта перчатка выглядит вот такая перчатка с этой стороны она мягенькая с этой стороны тоже не сказала бы что она очень зеручая тоже довольно приятная посмотрим как мне понравится ей мыться и еще купила вот такие ножницы для кутикулы потому что мои страны вообще сломались и пришлось приобрести что-то новенькое вот такие красивые фиолетовые ручки пробовала ими пользоваться только один раз пока что острые хорошие пока мне в них все нравится ну вот и все больше ничего новенького я не приобретала то есть приобретала но у меня застопорилась доставка и эти средства до сих пор ко мне не приехали и наверно я их засчитаю в покупки мая и покажу уже в следующем месяце поэтому если вам любопытно что же я там накупила то подпишитесь на меня и давайте вместе ждать следующего видео ну а на этом я с вами прощаюсь надеюсь что вам было интересно как всегда прошу не забыть поставить лайк как так как для меня это очень важно ребята ну а на этом все дорогие мои всем пока пока до новых встреч